Теперь большой блок, который сегодня необходимо разобрать, это то, как опровергается наличие маджаза в арабском языке. То есть, если мы говорим, что правильное мнение это отсутствие маджаза в арабском языке, а также в Пуране и также в Сунне, то мы должны уметь доказать то, что этот маджаз в действительности не присутствует в арабском языке. И для опровержения этого приведем несколько пунктов. Во-первых, их определение, когда они дают определение маджаза, они говорят, что аль-ха-ки-ка, что такое аль-ха-ки-ка, то есть истинный смысл слова, говорит, это когда слово используется в том значении, для которого оно было установлено в арабском языке. А маджаз говорит, что такое маджаз, это такое слово, которое используется не в том значении, в котором оно в основе установлено в арабском языке. Отсюда ты понимаешь, из этого определения хатыки и маджаза, отсюда ты понимаешь, что у слова в арабском языке непременно должно быть его установление, его смысл, для которого он был установлен изначально. А остальные смыслы были какими-то растепенными. Отсюда возникает вопрос. То есть арабский язык является тауфи-ки или является ис-су-ляхи, то есть является тауфи-ки, то есть дан нам Всевышним Аллахом, или разработан людьми. Вот этот вопрос, относительно которого есть разногласия среди людей. Некоторые из людей говорят, что этот вопрос, или точнее язык, арабский или другие языки, даны нам Всевышним Аллахом, И это мнение большинства обладателей знаний. И некоторые из обладателей знаний говорят, что язык является разработанным людьми. И правильное мнение в этом вопросе, то что язык, дан нам Всевышним Аллахом, а не разработан людьми. И довод на это, слова Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах обучил и научил Адама названию всего, названию всех вещей. Отсюда что ты понимаешь? Что Всевышний Аллах научил Адаму, как называется каждая из вещей, причем Аль-Асма, названию всех вещей, слово Аль-Асма, не имеется в виду здесь ис-сам, в понятии наху, в понятии терминологии арабского языка, то есть противоположно фи'лю, действию и чему? Харфу, предлогу. Нет. Аль-Асма, то есть название кулят, всех-всех вещей, в том числе действий, в том числе различных явлений, в том числе различных смыслов, которые нельзя потрогать руками. То есть Всевышний Аллах научил Адама не только то, что обладает физической, материальной основой, что такое дом, что такое глина, что такое дерево, но и те вещи, которые являются смысловыми, которые нельзя потрогать. Гнев, радость, голод, жажда, знания, мудрость и тому подобное. Всему этому Всевышний Аллах научил Адама. Почему мы говорим, что ис-сам, слово ис-сам, в данном аяте не используется в терминологическом значении, как оно приходит у ученых грамматики? Потому что в те времена, когда не спослался этот аят, еще этой терминологии разработано не было. То есть не было разработано то, что арабский язык делится на асма, на афаль и на уруф. Но эта терминология пришла многим позже. Поэтому неправильно брать терминологию какой-то науки и говорить, что это слово в арабском языке используется в терминологии этой науки, которая была разработана через 200 лет или через 100 лет или через 300 лет. И в этом аяте пришло аль-руму, то есть указание на общность, общность которого подтверждена. Сказано аль-асма кулляха, научил именам всем. Аль-асма приходится алифлям, который указывает на общность. И подтверждается эту общность словом каким? Кулляха. И слово кулляха является сильным указанием на что? На общность. То есть всему, кто существует, Всевышний Аллах научил Адама. И поэтому тот, который скажет, что не всему научил Всевышний Аллах Адама, алей-салям, и исключает из этого что-то, тот должен привести на это довод. Значит, что ты понял отсюда? То, что мы говорим, вопрос разделения языка на маджаз и на ха-киха возвращается, во-первых, к вопросу. Вообще язык он-то уфихи или истилахи пришел к нам от Аллаха, с фану а-таля, или был разработан людьми. Мы говорим правильное мнение в этом вопросе, что он пришел к нам от Всевышнего Аллаха в фану а-таля, и довод на это тот аят, который мы привели. Более того, это мнение, как мы говорили большинство ученых, подобно единогласному мнению. Почему? Потому что никто из обладателей знаний никогда не заявлял, что язык людей является разработанным людьми до известного лидера муатазилитов Абу Гашима Аль-Джубаи Аль-Муатазили. Он был первым, Абу Гашим Аль-Джубаи, был первым, кто заявил, что язык является разработанным, а не пришел к нам от Всевышнего Аллаха в фану а-таля. Поэтому можно сказать, что он своим этим мнением нарушил единогласное мнение обладателей знаний, которые жили до него. Или даже если в этом вопросе нет единогласного мнения, или не было оно установлено, то, по крайней мере, отсюда ты понимаешь, кто был первым, который выразил мнение, противоположное, первому мнению, был им, опять-таки, один из лидеров муатазилитов, для того, чтобы поддержать свои страсти и свои заблуждения. Стоит. Также то, что язык людей является данным нам от Всевышнего Аллаха в фану а-таля, а не разработан людьми, на это указывает важный момент о том, что если мы скажем, что язык является разработанным людьми, то это приводит к нас, к чему? Приводит нас к замкнутому кругу. То, что называется Тасальсуль, или то, что называется как... Или Доур, то, что называются еще обладатели знания Доур. Что значит? То есть мы говорим, представим, что собралась, допустим, группа людей, 20 человек или 30 человек, и решили разработать язык. Вопрос. Как они общались между собой при разрабатывании этого языка? То есть как они вообще договорились, что они хотят разработать язык? Как они общались друг с другом до того, как придумали первые слова и дали название первым вещам? То есть это приводит к чему? К Доуру. То есть к замкнутому кругу. Не может группа людей собраться, разработать язык, не обладая первоначальными словами и первоначальной базой слов. Это указывает также на ложность мнения этих муатазелитов. Таиев. Также ложность этого мнения, то, что язык является разработанным людьми, на ложность этого мнения указывает то, что данное мнение невозможно доказать и не поддается доказательству. То есть кто может сегодня прийти и привести нам доказательство, что действительно в какой-то год или в какой-то день собрались, допустим, 40, 30 или 20 человек и разработали арабский язык. В то время как в другой местности или в другом, на другом материке собрались такие же люди, как эти, только, допустим, другого цвета кожи или ниже ростом или выше ростом и так далее. И придумали совершенно другой язык. Потом собрались в другом месте и так далее. и придумали люди сотни языков. То есть доказательство этого невозможно. А то, чего невозможно доказать, на него опираться можно или нет, на него опираться нельзя и не является разрешенным. Поэтому говорим то, что правильным мнением в этом вопросе является то, что Всевышний Аллах С.А. научил людей различным языкам. И Ильхам сделал Ильхам, это что такое Ильхам? То есть внушил людям их язык, на котором они начали общаться. При этом Всевышний Аллах С.А. также внушил методы и средства общения также животным. То есть известно то, что животные также общаются между собой определенными звуками, сигналами и тому подобное. Кто их этому научил? Если взять первое мнение, то получится, что животные тоже собрались где-нибудь в джунглях и решили создать свой язык и разработать его. Обезьяны разработали свой язык, львы разработали свой язык, кузнечики свой язык. И так все, которые существуют на земле из различных видов, животных, насекомых, рыб и так далее, разработали свои языки. Одно представление этого дает тебе понять, что это является абсурдом и является полным бредом. Поэтому все это пришло к нам от Всевышнего Аллаха С.А. но не разработано людьми. То есть, также, теперь следующий пункт, первый пункт ясен или нет, разрушение маджаза. Второй пункт разрушения маджаза заключается в том, что если приходят к нам люди, утверждающие маджаз, и говорят нам, что основное значение этого слова такое-то, а второстепенное значение этого слова такое-то, то мы их спрашиваем, кто вам дал знать, что основное значение этого слова такое, а вот это вот значение является не основным, а является первостепенным. Так, где ваш довод на это? Значение у этого слова такое-то первостепенное, а такое-то значение второстепенное. Тогда эти люди говорят, какое значение является первостепенным, а какое второстепенным берется у кого? Берется из книг ученых языка Тех, которые жили в первые века Общались с арабами Язык которых не запятнан И указали в своих книгах То, что это слово в основном значении используется так А в переносном используется эдак Мы говорим, хорошо, приведите нам хотя бы одну книгу Первых имамов арабского языка Которые указывали нам на это То, что у этого слова основное значение такое А вот это значение является первостепенным Приведите нам, если вы являетесь правдивым И здесь необходимо указать То, что никто из ученых Будь то арабского языка Или усуль уль-фих Такие как имам Ахмад Или имама Шафии Или Мухаммад Ибн-Уль-Хасна Аш-Шайбани Известный ученик Абу-Ханифы Почему мы перечисляем эти имена? Потому что они были теми Которые написали первые книги В вопросах усуль уль-фих В которых сегодня Обязательно разбирается вопрос Маджаза и хакета То есть нет ни одной книги по усуль уль-фих Кроме как в ней непременно разбирается вопрос Маджаза и хакета Так вот первые имамы этой общины Имама Шафии, Мухаммад Ибн-Уль-Хасна Аш-Шайбани И другие, которые написали первые книги По усуль уль-фих вообще на свете Ни словом и даже полуслова и даже буквы Не указывают на деление арабского языка На маджаз и на хакета И также ученые арабского языка Такие как Аль-Халил Ибн-Уль-Ахмад А также Сибауэ А также Абу-Амр Ибн-Уль-Аля А также Аль-Асмай А также те, которые жили в их века И в их времена Ни один из них в их великих книгах Арабского языка не указывали на такое явление Что у слов в арабском языке Есть основные значения А есть второстепенные значения И можете у себя отметить Важный момент То, что возвращение или указание на то Что такое-то значение Слово является основным А такое-то второстепенным И является ничем иным, как ван Лишь их предположением И их догадками И этого доказать они не могут Ясным, нормальным, внятным способом И известно то, что у людей Которые придерживаются мнения о маджазе Есть несколько путей Как они разделяют между словами Что маджаз, а что является хатита Некоторые из них говорят То, что приходит тебе в первую очередь в голову Это хатита То, что приходит в голову во вторую очередь Это маджаз И тому подобные Другие различные деления У них есть множество Всех их разбирают И всех их разрушает Имам Ибн-Уль-Каим в своей книге Салая Аль-Мурсаля Разбирают каждый из этих балабитов То есть разграничительных черт Как они разделяют между маджазами и хатиха И как они определяют Что маджаз, а что хатиха Разбирают различные их термины Различные их разграничительные черты И разрушают их один за другим И ясно, внятно доказывают Что ни один из них Не годится как ясный, четкий показатель Что является маджазом А что является хатита Понятно или нет? А то, что возвращается К предположениям и к догадкам Также не заслуживает того Чтобы на него опираться И брат, ты должен это усвоить То, что как бы они ни хотели Они не могут ясно и внятно доказать Разделение Что является маджазом А что является хатитой То есть когда они говорят Арабский язык делится на маджаз на хатиха Мы им говорим По какому принципу это разделение идет По какой границе это разделение Разграничивается и разделяется Конкретной границы и конкретного принципа Они привести не могут Это второй момент Или второй пункт Который разрушает мнение О наличии маджаза в арабском языке Также на неправильность этого деления Указывает то Что люди, которые придерживаются мнения о маджазе Часто противоречат сами себе Один из примеров мы приводили ранее В одном месте говорят то, что не бывает маджаза Кроме как под ним обязательно присутствует хатита То есть основной смысл Не бывает у слова переносный смысл Кроме как у него есть основной смысл В другом месте они же говорят То, что большинство арабского языка Это маджаз Слова используются в чем? В переносном смысле Отсюда получается что? Недоразумение и противоречие самому себе И наличие противоречий Так в одном и том же вопросе Указывает на слабость установления этого вопроса Также Другие различные противоречия Которые имеются у них Но не приводим их здесь Для того, чтобы не затягивать время Суть в том, что наличие противоречий Пример, который мы привели Указывает на слабость утверждения самой этой основы Далее Следующий пункт Разрушения этой основы Заключается в том Что даже если мы согласимся С тем, что маджаз присутствует в арабском языке То это еще не означает того, что маджаз присутствует в Хуране И в хадисах Более того, мы утверждаем Твердо То, что невозможно наличие маджаза в арабском языке Какие на это доводы? То есть сейчас разбираем Более внутренний, глубокий вопрос О том, что отсутствует маджаз именно в Хуране Именно в хадисе Даже если мы согласимся, то что он есть в арабском языке Какие доводы на то, что маджаз не присутствует в Хуране и в хадисах? Первый и основной и главный довод на это Это единогласное мнение тех, которые придерживаются мнения о наличии маджаза в арабском языке И вообще мнение тех, которые говорят о маджазе Их единогласное мнение о том, что маджаз можно удалить И можно аннулировать, можно отрицать То есть если ты говоришь, я видел льва, который метал копии Ты можешь сказать, он не является львом, это не лев Или можешь сказать, я не видел льва Они говорят, если мы берем слово в переносном смысле То их единогласное мнение, что этот единый смысл можно аннулировать и отрицать Они говорят слово асад, лев, его основной смысл это хищное животное, известное каждому Если ты берешь его в переносном смысле и говоришь, я видел льва, который рубил голову врагу То говорит, как ты можешь доказать, что это маджаз, а не прямой смысл Тем, что ты можешь его отрицать И сказать, я не видел льва То есть я не видел кого хищного животного, который является львом Но я видел кого человек И это единогласное мнение, что маджаз можно аннулировать и отрицать Так вот, исходя из этого, получается, что если мы скажем, что маджаз присутствует в Куране То в Куране есть то, что можно отрицать и то, что можно аннулировать А это является выходом с прямого пути и глубоким заблуждением Если кто-то явно скажет, что в Куране имеются аяты И имеются фразы, выражения и словосочетания, которые можно аннулировать И сказать, допустим, Всевышний Аллах, и придет твой Господь Сказать, нет, твой Господь на самом деле не придет Это является чем выходом с прямого пути и является глубоким заблуждением Поэтому имам Шанкити в своей книге Мана Аджаваз Аль Маджаз Запрет возможности маджаза Приводит этот довод и говорит, что этот довод является самым сильным аргументом На то, что маджаз отсутствует в Куране И говорит И это говорит, что утверждение однозначное То есть ты можешь поставить таким образом в тупик тех, которые говорят о наличии маджаза в Куране однозначно И им нечего будет на это ответить Говорит Говорит Ясно является правильным утверждением о том Что если мы скажем, что маджаз есть в Куране И маджаз можно отрицать Значит есть в Куране то, что можно отрицать Говорит И говорит имам Шанкити И это не просто на теории И мы действительно видим это на практике Как те люди, которые придерживаются мнения о наличии маджаза Действительно отрицают многое из того, что есть в Куране Например, говорит Из имен Всевышнего Аллаха, из его атрибутов Говорят Всевышний Аллах не гневается Всевышний Аллах не бывает довольным Всевышний Аллах не ликует Всевышний Аллах не смеется Всевышний Аллах нет руки Всевышний Аллах нет лика и так далее Посредством чего? Использования маджаза. Имам Ашанхити говорит, что это не только лишь теория, но это реально встречается на практике, то есть в широком, в обширном виде. Говорит, Именно путем маджаза аннулирующие атрибуты достигли своей цели. Нет ни руки, нет ни вознесения Всевышнего Аллаха над троном и нет его снисхождения к ближнему небу. Имам Ашанхити теперь приводит довод против них их же методом, методом логики. И известно то, что логика или наука логики строится на различных правилах. И говорит, Как говорит, мы будем спорить с тем, который утверждает маджаз, на основе его же платформ и на основе его же наук. Ему мы говорим, Ничего из Курана нельзя отрицать. Это первый блок. Дальше говоришь, А любой маджаз можно отрицать. Из этих двух блоков вытекает третий блок, результат. То есть известно это в логике. Если ты берешь два блока, из которых вытекает результат. Говорит, Вытекает из этих двух вещей, что В Куране нет ничего из маджаза. То есть смотри, если ты говоришь, из Курана ничего нельзя аннулировать. Потом ты говоришь, любой маджаз можно аннулировать. Получается, что ничего из маджаза в Куране не существует. Говорит, И говорит, этот итог или этот результат является всеобщим, салиба отрицательным. То есть отрицается ничего в Куране нет из маджаза. Каким садыхом? Правдивым. Вот этот вопрос понятен или нет? То есть с их точки зрения, с их науки, логики, ставишь их в тупик. Говорит, если ты согласился на единогласном мнении о том, что маджаз можно аннулировать, А в Куране аннулировать ничего нельзя, значит маджаза в Куране не существует. Теперь вопрос, который необходимо разъяснить. Если мы отрицаем наличие маджаза, тогда что мы говорим? То есть как мы говорим о таких явлениях, как лев, которым описывается, или этим словом описывается храбрый человек. Те, которые отрицают маджаз, говорят, это не маджаз, но это услюб мин асалиб аль араб. Говорят, это один из методов того, как общаются арабы. Теперь некоторые сказали, это разногласие лишь словесное. Вы называете это методом, которым общаются арабы, а мы называем это маджазом. Мы говорим им, на самом деле разногласие не является лишь словесным. Почему? Потому что относительно маджаза вы сошлись на мнение о том, что его можно аннулировать. Что касается услюба, то есть метода, которым пользуются арабы при своей речи, то относительно него не говорится, что его можно аннулировать. Почему? Потому что ты должен понять, что арабский язык или речь, которую разговаривают арабы, всегда связана с какими-то татридами, то есть с какими-то ограничениями. Как это понять? То есть, когда человек говорит просто рука, само по себе, как мы помните, говорили, рука, понятие рука присутствует лишь в голове. А что касается снаружи, оно присутствует лишь в приписанном кому-то виде. Рука женщины, рука мужчины, рука человека и тому подобное. То же самое здесь. Ни одно из слов арабского языка не несет значения в арабском языке, кроме как в связи с другими словами. Поэтому неправильно сказать то, что когда мы говорим лев, необходимо представлять себе кого? Хищное животное. Потому что лев это лишь то, что есть у тебя в голове. Но какой в действительности несет смысл это слово снаружи, можно понять только лишь в каком-то контексте. Если ты говоришь хищное животное лев, понятно, что за лев имеется в виду. Если ты скажешь, что храбрый лев метает копья, понятно, что за лев имеется в виду, что это не хищное животное, а какой храбрый человек. То есть арабский язык построен так, что его отдельные слова не несут смысла сами по себе снаружи, то есть в действительности, но начинают нести смысл лишь в определенном контексте. Поэтому неправильно говорить, что в этом контексте слово в его прямом смысле, а в этом контексте оно в определенном смысле. Но смотрится по контексту. Какой контекст, такую окраску и такое значение начинает принимать слово. Поэтому если ты скажешь, я видел льва, который рубит головы врагу, относительно этой фразы уже нельзя сказать, я не видел льва. Почему? Потому что лев, когда ты произносишь слово лев, в этом контексте ты не имеешь в виду хищное животное, но ты имеешь в виду храброго человека. Поэтому неправильно сказать, ты не видел льва. Но я могу ответить, нет, я видел льва. Под львом я имею в виду храброго человека, а не имею в виду хищное животное. Поэтому если мы говорим, что арабский язык построен из различных методов и форм, которые используются арабами при разговоре в различных контекстах, здесь уже неправильно говорить об основном смысле или о второстепенном смысле. И неправильно говорить, что какой-то из этих контекстов можно аннулировать, а какой-то из этих контекстов можно оставить на его значение. Понятно или нет, разница между маджазом и между словами тех, которые этот маджаз отрицают. И еще один пример того, как различные философы используют маджаз для аннулирования некоторых смыслов Кур'ана. Пример аята, где Всевышний Аллах С.А. говорит И тогда Всевышний Аллах С.А. сказал земле и небесам. Сказал, придите ко мне либо добровольно, либо недобровольно. Они сказали, мы приходим к тебе добровольно. Так вот, сказал один из философов Ар-Рави. Ар-Рави, он сказал, хави исти'ара. Это является чем? Маджазом. То есть одним из видов маджаза, переносного смысла. Фа лейса гунака каулин валя джуаб. На самом деле не было ни слова, ни ответа. Видишь, Всевышний говорит, фа каля лага. Всевышний сказал, небесам и земле. Потом говорит, и они ответили Всевышнему Аллаху так-то. И приходит этот философ и говорит, лейса гунака каулин валя джуаб. На самом деле не было ни вопроса, ни ответа. Ни обращения, ни ответа. Ва инна мазалька аибара ансура атакуин ассамават вал арт. Под этим предложением или под этой фразой имеется в виду быстротечность. Чего? Создание небес и земли. То есть Всевышний Аллах С.А. быстро создал небеса и землю. Этот смысл имеется в виду в этом аяте. Смотри, каким наглым образом они отрицают то, что есть в аяте. Всевышний Аллах говорит, я им сказал, небеса мне и земля ответили. Приходит этот человек и говорит, не было там ни слова, ни ответа. Ни обращения, ни ответа. Всевышний ничего не сказал и небеса и земля на самом деле ничем не ответили. Еще один пункт, который указывает на то, что невозможно существование маджаза в Уране и в Сунне. Это то, что маджаз в своей основе является чем? Казибом является ложью. Нам с которым согласились многие большие ученые тех заблудших течений, которые придерживаются мнения о наличии маджаза. Они сказали о том, что чем сильнее человек вводит другого человека в неясность или в замешательство и тому подобное. То есть, грубо говоря, чем сильнее он врет в своей фразе, тем этот маджаз сильнее, тем эта истиара крепче. То есть, когда говорят, допустим, что облака покрылись потом или покрылись кровью. То есть, допустим, когда солнце заходит за горизонт и на горизонте краснота, они говорят, что облака покрылись кровью или облака истекают кровью. Это является чем? Является ложью. И говорят, чем сильнее ты вводишь замешательство человека и чем больше ты сгущаешь краски и чем больше ты обманываешь, тем твой маджаз сильнее. Исходя из этого, если в этом признаются великие имамы этих людей, получается, что в Куране, если мы скажем, что есть маджаз, присутствует ложь и присутствует что введение в замешательство людей. Все это является доказательством того, что маджаза в Куране не существует. Далее. Здесь же необходимо отметить, в каких книгах матуридитов встречается установление того, что арабский язык делится на маджаз и на хакита, для того, чтобы потом кто-либо не сказал то, что мы придумали на матуридитах и указали на то, что они делят арабский язык на маджаз и на хакита. Это встречается во многих их книгах, как, например, Китабу Туахид Абу Мансура Аль-Матуриди со страницы 68 до страницы 69. Также в его же книге Тауилят, также в книге Кашфу-ль-Асвар, Ан-Усуль, Аль-Баздауи, первый том со страницы 61 и далее. Также второй том, страница 45, а также страница 60 до 76. Также в книге Шарх-ль-Манар, Ан-Насафи и в его Шархах со страницы 370 и далее. Также в книге Фасху-ль-Гафар с его Шархом, Аль-Манар, первый том со страницы 117 и далее. Также книга Ат-Тахрир, Ибн-Ул-Хумама, со страницы 160 до 186. В этой книге он сказал, Аль-Маджаз уа-Киун фил-Люха вал-Кур'ане вал-Хадис. Маджаз присутствует как в арабском языке, так и в Кур'ане, так и в Хадисе. И также в Шархе на эту книгу, на Ат-Тахрир, которая называется Таисир Ат-Тахрир, второй том со второй страницы до 63 страницы. Также в книге Фавати Хар-Рахамут, Сиво, Шархам, Аль-Мустасфа, Аль-Газали, первый том со страницы 211 до 229. Во всех этих книгах и источниках устанавливается деление арабского языка на Маджаз и на Хадиха. И устанавливается тем, что это Аслун Манхаджи, то есть основа Манхаджа, кого матуридитов и ашаритов в их взаимоотношениях со священными контекстами Кур'ана и Сунны. Также некоторые из матуридитов и ашаритов и им подобных философов использовали то, что некоторые из ученых придерживаются мнения о том, что Маджаз есть в арабском языке, но его нет в Кур'ане и Сунне. Использовали это мнение и попытались указать на наличие противоречий в этом мнении. И сказали, что все, что есть в арабском языке, должно присутствовать в Кур'ане, потому что Кур'ан был неиспослан на арабском языке. И вот такое вот правило и такое утверждение является ложным, является неправильным. Почему? Потому что не все, что есть в арабском языке, даже если мы согласимся, что арабский язык делится на Маджаз и на Хадиха, не все, что есть в арабском языке, присутствует в Кур'ане или в хадисах. Почему? Потому что в арабском языке присутствует множество моментов, присутствие которых в Кур'ане невозможно. Из того, на что указывают ученые арабского языка, ученые Баляга, ученые Маани и тому подобных наук, они говорят то, что, например, в арабском языке есть такое понятие, которое называется Ар-Руджо. Когда человек произносит какое-то слово, потом, через определенное время, аннулирует это же свое слово и возвращается и произносит другое слово, указывая на то, что первое слово он произнес, будучи в замешательстве. Например, от любви кому-либо или от сильных чувств кому-либо и тому подобное. Произнес слово, затем вернулся от этого слова, аннулировал его и произнес второе слово. Этот метод называется как? В арабском языке называется Ар-Руджо. Такой метод не может присутствовать в Кур'ане и в хадисах, потому что Всевышний Аллах не поддается замешательствам и различным чувствам, которые помешали бы ему правильно выразиться. Также из того, что присутствует в арабском языке, то, что называется Ираду-ль-Джад фи-калиб-аль-хазль, то есть приведение чего-либо шуточного в серьезной форме, когда человек разговаривает серьезно, но предполагает под своими серьезными словами шутку. То же самое данный метод арабского языка не присутствует в Кур'ане. Почему? Потому что Всевышний Аллах сказал, инна у ла хаулюм фаслун, ва ма гуа биль-хазль. Это слово является словом решительным и не является шуткой. Также в арабском языке из методов его метод, который называется Аль-Израк. Сообщение о вещи, которое возможно в разуме, но невозможно в действительности. Или такой метод, который называется Аль-Гулю. То, что невозможно ни в разуме, ни в действительности. То есть некоторые моменты, которые невозможны ни в разуме, ни в действительности. Также то, что называется в арабском языке как Таджагуль Аль-Ариф. Когда человек говорит о чем-либо, о чем он знает, но притворяясь так, как будто бы об этом он не знает. То есть знает об этой вещи, но его разговор выявляет сущность того, что он об этой вещи не знает и не знаком с этим. Это называется Таджагуль Аль-Ариф. Все эти моменты арабского языка и все эти методы красноречия арабского языка, невозможно их в присутствии, где в Куране и в Хадисе. Почему? Потому что в них присутствует элемент лжи или введение в замешательство или поддавание каким-либо чувствам, которые не дают правильно выразиться. И тому подобные факторы и моменты. Это, иншаллах, понятно. И остается нам указать на некоторые аяты, которые используют те, которые делят арабский язык или нам на маджаз и на хакита. И указывают эти аяты как довод за то, что маджаз присутствует в арабском языке. Как, например, аят, где они говорят Спроси же деревню, в которой мы были, а также тот караван, в котором мы ехали. И мы являемся правдивыми. То есть когда братья Юсуфа, алейиссалям, вернулись к их отцу, к Иакубу, и указали ему на то, что их вернули обратно, для того, чтобы подтвердить свою правдивость, они сказали Спроси ту деревню, в которой мы были. Они сказали слово Аль-Карья, деревня. Здесь имеется в виду не Карья сама деревня, а имеется в виду Спроси людей, которые живут в этой деревне. Это указывает на что? На наличие в Куране маджаз, который называется Маджаз-Уль-Хазз. То есть удаление, которое переводит слово с его прямого смысла на его переносный смысл. Говорит, спроси деревню, не пойдет. Спроси деревню, имеется в виду спроси жителей этой деревни. Это указывает на то, что в Куране присутствует маджаз. Мы им отвечаем на это чем? То, что слово Аль-Карья в арабском языке Аль-Карья произошло от слова КАРАЙТАЛ-МАА ФИЛХАУЗИ ИЗА ДжАМАТАГУ. От слова я собрал воду в каком-то водоеме, ты говоришь КАРАЙТА. Отсюда ученые берут то, что Карья, какая-то деревня или какая-то местность, не называется Карья, если в ней никто не живет. Но Карья, она называется, то есть этим словом, местность называется только в том случае, если она населена людьми. А если перед нами селение, в котором нет никого из людей, то оно не называется Карья в арабском языке, оно называется АТЛАЛЬ или АСАР, либо ТУЛЮЛЬ, то, что называется ТУЛЮЛЬ, но очень число АТЛАЛЬ, либо АЛ-АСАР. Но если человек говорит Карья, он подразумевает, что деревню, в которой есть люди. Поэтому здесь никакого маджяза на самом деле нет. И когда человек говорит спроси Карья, имеется ввиду спроси людей, которые живут в этой деревне. И это является основным смыслом этого слова. Так как Карья без людей не существует в арабском языке. Поэтому Всевышний Аллах, когда указывает на деревню, в которой никого нет, и использует слово Карья, не использует его в ни с чем не связанном виде, но использует его в связанном виде. И говорит, АЛЛАКАЛЛАДИМАРАЛА КАРЬЯТИНУЛАГИЯ ХАУЯ АЛЛАУРУШАЯ, или тот, который проходил мимо деревни, и она была развалена до ее основания. Видишь, указывая на то, что в ней никто не живет, используя слово Карья, Всевышний Аллах, не использовал его в одиночестве. Но разъяснил, что сделал, ограничил его, и сказал, КАРЬЯ УАГИЯ ХАУЯ АЛЛАУРУШАЯ, а деревня, и она развалена до ее основания. И не сказал просто КАРЬЯ, ПАИР. Вот этот вопрос ясен или нет? Поэтому этот довод, или этот аят, не является доводом за МАДЖАЗИЮН, что то, что в Куране есть МАДЖАЗИЮН. Также один из аятов, которые они используют, это слова Всевышнего Аллаха. ФАВАДЖАДА ФИХАДАРАН ЮРИДУ АЙЯН КАББА ХААКАМАГУ. Говорит, и они нашли в этой местности стену, которая хотела упасть, и восстановили ее, то есть возвели ее так, что она больше не склонялась. Сказали, здесь Всевышний Аллах, ФАВАДАРА, описывает джидар, то есть стену, тем, что она хочет, желает. Сказал, ЮРИДУ АЙЯН КАББА, она хотела упасть. Говорит, это является МАДЖАЗИМ, переносным смыслом. Почему? Потому что стена является неживым предметом. Неживой предмет не способен желать или чего-либо хотеть. И ответ на это тем или в том, что здесь на самом деле МАДЖАЗ не присутствует, и никого МАДЖАЗа здесь нет. Почему? Во-первых, потому, что в арабском языке нет никакой проблемы приписывать желание к некоторым неживым предметам. И это используется в стихах арабского языка, а также в речи арабов. И также потому, что Всевышний Аллах сам приписывает различные такие явления к неживым предметам. Говорит, И какая бы вещь ни была, она непременно прославляет Всевышнего Аллаха прославлением, но вы лишь не понимаете их прославление. Потому что оно не происходит на вашем языке, который вы бы могли понять. Из этого аята становится ясным, что Всевышний Аллах описывает все предметы тем, что они прославляют. Прославляют. Занимаются таким явлением, которое обычно не приписывается к неживым предметам. Ясно или нет? Также из доводов на это, то что Пророк, салаллаху алисаляма, говорил, Я знаю один из камней, который давал мне салям в Мекке. То есть указывает на то, что камень, хоть он является неживым предметом, но он давал салям. Также история о том, что когда Пророк, салаллаху алисалям, сделали ему мимбар, и он начал преподавать или давать проповеди, где? На мимбаре. И ушел с того пня, на котором он стоял, вначале, когда у него не было мимбар, этот пень начал, что делать? Стонать и реветь. То есть начал плакать. Это указывает на то, что этот пень, хоть и является неживым предметом, но описывается иногда такими качествами, которыми обычно описываются предметы живые. Поэтому нет здесь никакой метафоры и нет здесь никакого маджаза. Слове и они нашли в этой деревне стену, которая хотела упасть. И также другие аяты, которые приходят в Кур'ане, указывают на это. Как, например, слова Всевышнего Аллаха. «Ва инна мина аляма яхбату мин хащетилля». «И из камней есть такие, которые падают от страха перед Аллахом». То есть Всевышний Аллах описывает некоторые камни тем, что они страшатся Всевышнего Аллаха, и от этого своего страха сходят со своего места и падают в обрыв. Так же слова Всевышнего Аллаха, и звезды, и деревья делают земные поклоны, совершают земные поклоны. Как это происходит, знает лишь один Всевышний Аллах. Но это происходит, и Всевышний Аллах приписывает подобные действия этим неживым, казалось бы, предметам. Вот этот вопрос ясен или нет? Значит, последним из того, что мы разобрали, это некоторые пункты опровержения наличия маджаза в арабском языке. И мы поняли то, что в арабском языке маджаза не существует, и тем более его не существует, где ни в Хуране, ни в хадисах. И также из последнего того, что мы разобрали, некоторые аяты, которые используются матуридитами, ашаритами и подобными заблудшими течениями, для доказательства того, что существует маджаз в арабском языке, а также в Хуране и в судне. И также разобрали их шуба, то есть их сомнения, то что если маджаз присутствует в арабском языке, то он непременно должен присутствовать в Хуране и в Сунне, потому что Хуран и Сунне не способны на чем? На арабском языке. Это сомнение также было развеяно и разъяснено. И отсюда ты понял, что если невозможно наличие маджаза ни в арабском языке, ни в Хуране, ни в хадисе, это говорит о том, что невозможно правильного тауиля, истолкования, которое бы основывалось на этот маджаз. То есть если мы убираем платформу маджаза, то автоматически за этим убирается платформа истолкования. Если мы говорим о ложности маджаза, отсюда автоматически вытекает вывод о ложности тауиля, то есть истолкование контекстов об атрибутах Всевышнего Аллаха и его имена неправильным образом, то как это делают матуридиты, ашариты и им подобные философские заблудшие течения.